Привет, мои дорогие друзья! Некоторое время назад, не очень давно, и все, конечно же, подписчики это помнят, если ты не помнишь, значит ты не подписчик, значит подпишись. В общем, я рассказывал о том, как Ольгу Шири не приняли в союз, в национальную спилку, в спилку журналистов, незалежную, независимый союз журналистов Украины. И я показал, как радовались вот эти вот люди, которые там состоят в этой незалежной профспилке, как они радовались тому, что они смогли так унизить, типа, Ольгу Шири, они ей посоветовали, меняйте место работы, намекая на то, что на сайте Шири.нет есть какая-то пропаганда, или что там русский мир, ну там бред, там именно полный бред. Я показывал, как они у себя на стене, эти люди являются руководителями независимых профсоюзов в Украине, журналистских, там целые медиаспильноты, знаете. И вот как они стебались там, в общем, улыбались. Ну, а мы тоже улыбались, потому что после этого у нас появился определенный козырь в руках, и мы смогли продемонстрировать то, что хотели. То, что в Украине отказывают в приеме Национальный союз журналистов, там независимый союз журналистов, я не помню, как дерьмовые эти профсоюзы называются, по политическим основаниям. Потому что это в чистом виде политические основания. Нам не нравится Шири, нам там нравится Шири. И если нет ничего, что может противоречить тому, чтобы ты туда вступил, то, значит, тебя не могут просто взять и сказать, что ты не можешь туда вступить. Это бред сумасшедшего, так не бывает. Или же бывает, когда вот эти вот очколизы, а это властные, провластные очколизы, и вы видели, как они бегут, радуются. Это тоже было в прошлом видео, посмотрите, если не видели. Или там статус написал СБУ о том, что они судят журналистов. А они бегут туда под этот статус первыми, кто туда бежит, это глава Национального профсоюза журналистов, и глава какой-то еще медиа, еще какой-то там муры. И они пишут, ой, как это правильно, ой, это добрый, там, респект, там, все такое. Это давно уже провластные курвы. Вот, и мы получили вот такой вот интересный козырь в руках. Это не козырный туз, просто нам хотелось это продемонстрировать. Мы это продемонстрировали, и после общения в определенных кругах, с определенными людьми, после того, как эти люди изучили биографию Ольги, ее работы, изучили ее на предмет пропаганды и несоответствия с журналистским стандартам, Ольга получила удостоверение. Да, Союза журналистов одной западноевропейской страны, а также удостоверение Международной Федерации Журналистов. Я понимаю, что этому Рогулью, наверное, сейчас припечет, потому что это же несправедливо. И я вам говорю, Рогульё, вы обратитесь, попробуйте обратиться в Международную Федерацию, рассказав о том, где там Ольга чем не соответствует, и в очередной раз подтвердив наши о вас слова. Должен подчеркнуть, что о вас даже не хотят говорить. Я не знаю почему, но как-то так поморщились, в общем, типа, не хотим об этом говорить в таком плане. Ну а мы, мне кажется, этим кое-что продемонстрировали. Продемонстрировали вполне четко, вполне ясно. Я должен подчеркнуть, что на этом унижение украинских типа функционеров от журналистики, которые принимают решения, кто с нами, кто не с нами, тот против нас, и не достоин быть журналистом, не закончились. Унижения продолжатся, это я вам гарантирую. А мы всегда приходим за своим и всегда исполняем свои обещания. А теперь переходим к Алексею. Алексею Навальному, нашему старому другу. Я не видел вот это вот его выступление, а вам скажу, что очень-таки зря, потому что есть интересные вещи. Это Навальный 2018, в 2018 он выступает стандартно. Так, я вижу много-много-много вопросов по 5-й, 11-й, 17-й. Давайте я прям сразу скажу, для того, чтобы вы меня не бомбили этими вопросами. Что я вижу с 5-го, 11-й, 17-й? То есть с идеей так называемых мальцевских, да, ну то есть движения, артподготовка. Мальцевское движение, артподготовка. И Мальцев постоянно говорит про революцию. Революция произойдет, 5-го числа революция будет. Участвовать в акции 5-го, 11-го, 17-й, я вижу, что, конечно, их, ну просто громят. Их просто громят. Ни за что, ни про что. Тут есть один нюанс. Вы понимаете, в чем дело? Когда ты говоришь, что власть плохая, и силовики плохие, да, и все такое, это хорошо. Но под это ты иногда пытаешься втулить то, что не имеет отношения уже ни к власти, ни к силовикам. То, за что человек понес бы наказание в любой европейской стране. Их просто пытаются уничтожить, против них фабрикуют уголовные дела сейчас по всей стране. Но вот прямо сейчас я вижу сообщения про какие-то подкинутые, подкинутую взрывчатку, тротил. Фабрикуют по всей стране дела. Подкинутые взрывчатку и тротил. У меня вопрос. Если человек на протяжении долгого времени призывает к революции, причем четко говорит, что надо сносить власть. Сносить власть, это цитата Мальцева, да. А потом у его сторонников обнаруживают какие-то взрывчатые вещества. По мнению Алексея, у них не может быть взрывчатых веществ. Но в таком случае, а, они абсолютно плевали на Мальцева и на его рассказы о том, что будут что-то там сносить. Ну, правильно. Поэтому они и не запасались ничем. Им плевать на слова Мальцева. Б, они все-таки запаслись кое-чем для того, чтобы что-то сносить. Но Алексей уже четко знает, что это все подброшено. Этого быть не может. Это чепуха полная. Это обычная революция. Мальцев такой спокойный человек, абсолютно не радикальный. Ну, как, он радикальный в интернете, да. Потом теряет сознание. Коктейли Молотова и всякое такое. Массовые идут аресты, массовое задержание. Просто идет попытка лидеров структуры этой посадить, всех запугать. И это они делают так постоянно для того, чтобы просто такими нарочитыми репрессиями, с подкидыванием в том числе различных предметов, просто испугать основную массу активистов. Я никогда не подумал бы, что у людей, которые всерьез слушают Мальцева, его постоянно вешать, вешать, изгонять. Путина мы изгоним, его никто не примет. Но мы его достанем и там, где его примут. И все такое, что у этих людей будет что-то запрещенное. Нет, они скорее всего с пупсиками, маленькими пупсиками такими, собирались выйти для того, чтобы показать свое миролюбие. Я надеюсь, этого не произойдет. В любом случае, я говорил и говорил, что люди имеют полное право собираться. Конечно, люди имеют полное право собираться. Это основополагающие вообще ценности. Человек может собираться. Но если человек собирается для того, чтобы вывалить полицию, к примеру, то его не поймут. Не поймут нигде. Нигде. Ни в одной самой супер-пупер-демократической стране. Я наблюдал как-то, как на голландского полицейского, один человек пытался там стартовать. Это была какая-то абсолютно акция, такая, знаете, абсолютно миролюбивая акция. Но один человек начал там что-то там. И полицейский даже улыбался несколько секунд. Вот он несколько секунд улыбался, потом не улыбался. ...обираться, и в том числе 5-го, 11-го, 17-го. То, что делает власть в отношении артподготовки, конкретно Мальцева, всех людей, это абсолютно незаконный беспредел. Конечно. Это абсолютно незаконный беспредел. Теперь давайте предоставим слово самому Вячеславу Мальцеву. Я не знаю почему, но ему нравится угрожать не фигурантам, а еще и плюс к фигурантам и к семьям. Парни, вам бежать некуда. Семьям вашим тоже бежать некуда. Не лишкуйте, я вас предупреждаю. Я одного не могу понять. Почему он, ту ли туда еще и семьи. Вот у человека, допустим, 5-летний сын. Этот 5-летний сын имеет отношение к этому человеку, и он тоже должен быть наказан. Я правильно понимаю? Карачун будет, как Суворов говорил, не лишкуйте. Умоляю вас, потом, поймите, нам самим не хочется вот этого вот дерьма по локоть, понимаете, но мы готовы к этому. Дерьма по локоть, то есть крови по локоть, но ваши семьи, да, я правильно понимаю? Алексей Навальный разъяснит, если я вдруг понял неправильно. Вот этот миролюбивый человек, вы видите, он призывает к демократии. Ганди, Ганди. Кто против меня, тот мертв. Запомните это, ребята. Ну, жесть просто, да, вау. В страшном сне забудь про это. Просто забудь в страшном сне. Потому что, если ты, не дай бог, выстрелишь, и кого-то ранишь, ты просто не представляешь, что будет с тобой до седьмого колена. Это что значит? Его постигнет кара божья до седьмого колена? Или же это имеется в виду что-то другое? Это опять идет про семьи. Почему он угрожает? Ну, вообще угрожать людям, это не очень нормально. Ну, с психической точки зрения, это как-то странно. Это больше показывает, что у него в башне. В башне. Видите, хотел сказать в башке, а тут получилось в башне. Значит, так-то мы и быть так и оставим. В башне. Почему он угрожает семье? А вот это он рассказывает, что должно быть на этой революции. Каждый на своем месте, скажем, создаст проблемы с точки зрения газа, энергетики и так далее. Что он имеет в виду? А мы, наверное, не заплатим просто за газ. Не платите за газ, да? И за электроэнергию. Не, он не это имеет в виду. Он имеет в виду то, о чем вы и подумали. Каждый на своем месте, чтобы там уничтожить какой-нибудь, грубо говоря, трансформатор, на котором только 60 тонн трансформаторового масла. Для этого лом нужно, больше ничего не нужно. А вот это что? Это как бы провокация какая-то? Или это Шари, наверное, только что его заставил это сказать? Правильно? Уничтожение трансформаторов. Алексей, как юрист, знает, наверное, что это за статьи УК. Но, когда этих последователей начинают хватать, Алексей говорит, беспредел, правовой беспредел. Уверен, Мальцев во Франции может то же самое говорить. В Германии, да. В Италии, в Испании, без проблем. В Португалии, да. Уничтожить трансформаторную будку, это ж такое дело. Это только лом, и все. Бах, и нет. Пол по Волжье сидит без электричества. То же самое и с газом, и со всем. Представляешь, что будет, если... Представляю, что будет, если пол по Волжье сидит без электричества. К примеру, там, да, роженицы, там, и все остальное. Не обязательно там про деток говорить. Можем говорить про что угодно. К чему это может привести. Ну, какое тут нарушение вообще? Чего тут нарушается, а? Впустите, свободу Мальцеву? Что у нас, например, происходит абсолютно незаконно? Ну, вот висят камеры на дорогах. Снимают, и потом присылают счета. Ну, всем понятно, что персональная административная ответственность, она не может быть не солидарной. Солидарный. Во Франции тоже висят такие камеры. Более того, по секрету, во всей Европе висят такие камеры. И никого не сжарит. Ты был за рулем или не ты был за рулем. Машина твоя, не давай ее долбом. Если ты попал на этой машине, или друг твой попал, жена, плевать, на кого зарегистрирована машина, то ты платит штраф. Не заплатил, получил проблему. Во Франции постреляй в камеры. Это незаконно там они висят. То есть, кто несет административную ответственность? Тот, кто нарушил. А кто знает, кто был за рулем? Ну, принадлежит автомобиль бабушке. Бабушке пришел счет. С какой стати она должна его оплачивать этот счет? Нарушил кто-то другой. Ну, пусть разбираются, ищут. Почему они не ищут? Никто не разбирается в цивилизованном мире. Тебе просто присылают штраф. И разбираешься с ним ты. Заплатил в течение трех дней, да? Нормально все. В два раза меньше штраф в некоторых странах. Вот в Литве, к примеру. Там везде уже сделали эти все камеры. И вот так работает. Супер. Водители такие, ну, просто лапочки. Вот они собирают с нас деньги. Ну, что проще? Взяли пенбольные ружья, пошли, постреляли эти камеры. Вот одели вот эти маски или пенбольные, или пенбольные маски. Да ничего противозаконного в этом нет, правда? Алексей! Просто каждый должен сам определить, то ли он по камерам стреляет из пенбольных ружей, а то ли он еще куда-то стреляет, и может быть и не из пенбольных ружей. Это каждый должен уже определить для себя сам. И, конечно же, мы тоже не понимаем, что он имеет в виду. Причем, что этот человек вообще настолько адекватен в своих угрозах постоянных, что адекватнее я не видел, конечно же. Хорошие эти попутчики у Алексея. Мне так хочется маленького взять в цепь, в волку его, макнуть 10 раз, вынуть его, там весь обозрано. И, блин, выбор. Я просто официально обращаюсь к Порошенко. Я ничего не прошу, патологически, я мстительный. Порошенко угрожал уже совсем. У меня собака была когда-то, я еще подростком был, кавказская овчарка. Она, поняв, что она уже просто, да, я просто могу все, короче, она бросалась на троллейбусы. Поэтому, старик, ты подумай 10 раз головой, прежде чем сделаешь, потом я не смогу остановить процесс. Они пьяные позвонили, говорят, все, мы едем гандошить этого шаря, и я очень их умолял, чтобы они этого не делали. Спасибо, спасибо. Это уже про меня, про меня. За что? За то, что я поймал его на фейке. Один и второй раз. Все, не оскорблял даже. Знаешь, что, Худяков, я тебе скажу, ты свой пенис побереги. Я вот тебе совершенно серьезно говорю. Ну, а теперь по поводу его адекватности. Есть вещи, которые затрагивать нельзя. Ни в коем случае нельзя угрожать. Угрожать. Это, блин, цирк, конечно. Да, это смешно. Это первая часть, потому что там очень много он наговорил, а я только приковылял, еще не было времени посмотреть. Но в общих чертах я знаю. Там Алексей рассказал про одну штуку, и я не понял вообще этого рассказа. Может быть, вы поймете. Чуть позже продолжим. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok